Валерия Володина Валерия Володина Валерия Володина Сегодня есть Ну и другие объективные причины Поэтому в общем-то, если сделать соотношение Необходимости Повышать тариф на 7 гривен Да, к сожалению, такая необходимость есть Понятно, что Понятно, что любой пассажир хочет Еще получить улучшение сервиса Поэтому мы буквально На этой неделе уже провели совещание С переводчиками, мы договорились, что мы Во-первых, тариф новый тариф будем применять в начале 2018 года, это раз. Второе, мы будем вместе с перевозчиками и с патрульной полиции, с Трансбеспекой еще параллельно смотреть качество подвижного состава, чтобы все-таки в том числе и улучшить сам сервис. Понятно, что это не тариф. Не тариф развития, к сожалению. Опять же тариф выживания? Да, его называют. Причем это не только мое мнение, это действительно мнение многих экспертов и общественных экспертов, которые, в общем-то, понимают ситуацию на рынке. И если говорить объективно, то для того, чтобы серьезно изменить качество того, что мы видим сегодня на улицах, нужно строить ту стратегию, которую мы сегодня делаем. Первое, мы развиваем муниципальный транспорт, мы закупаем новые троллейбусы, это раз. Мы продолжаем выпускать новый трамвай, два. Мы реализуем проект Север-Юг-3, и мы планируем реализовать проект электронный билет. Вот эти вот четыре компонента смогут существенно повлиять и на конкуренцию, и на в том числе... Вычислить маршрутное такси. У нас же не стоит задача в чистом виде вычислить. У нас стоит сегодня задача, первая, улучшить качество, обеспечить самое главное безопасность перевозок, и сделать так, чтобы этот бизнес был удобен пассажирам в том числе. Потому что, по большому за счету, главный клиент это у нас житель города и турист. Но в чистом виде, только за счет повышения тарифов мы ничего не сделаем. В то же время, сегодня просто не повышать тариф, это может действительно привести к тому, что уже сегодня многие перевозчики продают транспорт в другие города. Это тоже совершенно официальная информация, ее можно проверить. Потому что сегодня соотношение в многих городах тарифы действительно выше, чем в Одессе. Ну вот какие критерии учитываются при вычислении тарифа? Это топливо? Что еще? Или только топливо? Нет, на самом деле во главе угла является топливо. Потому что топливо, это 60% тарифа состоит стоимостью литра топлива в этой стране. Неважно в какой. Но если мы сейчас возьмем стоимость топлива, допустим, там 26 гривен, то 60% это уже явно в любом случае не 7 гривен. То есть для того, чтобы у нас было вообще часто... Комфортно и безопасно. Понимаете, вообще дискуссию про стоимость и соотношение цены и качества я уже часто привожу к примеру, ее можно разделить на 30 секунд. Потому что, первое, для того, чтобы был хороший автобус, должен быть хороший тариф. Для того, чтобы должен быть тариф, он должен быть там 15 гривен. Мы прекрасно понимаем, что сегодня жители города и Украины не могут себе позволить платить такие деньги, потому что сегодня уровень зарплат, ну и социальное положение не позволяет сегодня платить тот тариф, который используется, мы часто говорим, Турция, Польша, ну там же проезд евро. Хорошо, а вот вы говорите, тариф 15 гривен, он что, позволит заменить автопарк? Конечно. Мы же понимаем, что... Обновить. Даже сегодня... Существуют же какие-то правила перевозки пассажиров. Но даже если тариф там... Ну повысит до 7. Перевозить все равно будут переполненные маршрутки. Правильно. А это безопасность. Абсолютно правильно. Вы абсолютно правильно задаете вопрос. Именно поэтому я и сказал, что сегодня наша задача не просто поднять стоимость в маршрутках и на этом остановить вообще разговор о развитии общественного транспорта. Именно поэтому мы хотим сегодня там... Мы это уже делаем. И в 18-м году мы, я думаю, будем продолжать. Мы откорректируем маршрутную сеть. Мы уберем дублирующие маршрутки друг друга. Для того, чтобы у нас не было гонки за пассажиром, когда мы высаживаем либо видим, как кто-то садится в автобус прямо на перекрестке. Мы будем развивать прежде всего муниципальный общественный транспорт, уменьшать количество маршруток и, возможно, уменьшение в том числе и дублирующих маршрутов повлияет и на рынок. Ну и, конечно же, электронный билет, потому что, первое, это легализация, это официальное поступление, это детернизация в том числе. И мне кажется, что те перевозчики, которые настроены долго быть на этом рынке, они сами должны быть заинтересованы в том, чтобы работать, официально оформлять людей, официально платить налоги и получать официальные платежи за официально выполненные рейсы. Вы уже заговорили о дублирующих маршрутах. Ситуация вокруг маршрута номер 9. Как сейчас обстоит дела? Ну, ситуация, как я уже говорил ранее, она очень простая. Коммунальное предприятие «Гор-Литатранс» подал в суд на конкурсный комитет, потому что на самом конкурсном комитете ряд членов конкурсного комитета, по моему личному мнению, вышли за пределы закона и проголосовали в нарушении требований закона. Поэтому коммунальное предприятие «Гор-Литатранс» как и любой другой субъект обратился на конкурсный комитет в суд и на департамент транспорта как организатор. Это формально. Выиграл в суде первой инстанции. На тот момент, когда уже был выигран суд, у перевозчика 15-106 закончился договор на 9-й маршрут. Поэтому мной как руководитель департамента транспорта принято решение. Первое. Для того, чтобы не срывать в целом перевозки. Временно предоставить право перевозки по 9-му маршруту коммунальному предприятию ОГЭД. И дальше, как только будет решение суда апелляция, либо оно подтвердит законность решения суда в пользу ОГЭД, мы выполним его. Если будет другое решение суда, то департамент транспорта выполнит любое решение суда по этому вопросу. Главное, что маршрут на сегодняшний день работает. Абсолютно верно. Поговорим тогда о новых троллейбусах. Закупили в этом году или начали закупки? Где закупали? И на каких маршрутах планируется новый троллейбус? Первое, закупал, это был международный тендер. Подчеркиваю, международный тендер. Тендер проводил Европейский банк реконструкции и развития. Они сами формировали процедуры. Поэтому это, в общем-то, в том числе и о прозрачности этого процесса. В этом тендере выиграло белорусское предприятие Белка Монмаш. Первая партия должна была быть поставлена до конца 2017 года. К сожалению, опять же, по независимым от города причин и ЕБРР в том числе, во время таможенного оформления, таможено посчитало, что электроавтобусы, вернее, троллейбусы надо растаможить в полную, наверное, в отличие от этих автомобилей, как мы говорим, с евробляхами, в которых у нас полная одесса. Поэтому был суд между дилером, представляющим завод, и таможней. Суд закончился в пользу Белка Монмаша, и мы планируем до конца 2017 года получить первые пять машин. Остальные троллейбусы мы будем получать в 2018 году. Общее количество троллейбусов 47 классных троллейбусов, куда будем ставить, в том числе и на девятку. Если мы говорим о девятке, я могу сразу объяснить, почему... Популярный маршрут. Нет. Мы говорим о том, что у нас много дублирующих маршрутов. Это связано с тем, что у нас во многом маршрутки дублируют трамваи и троллейбусы. Это означает, что фактически, помимо того, что происходит битва за пассажира, но фактически сегодня у нас во многом коммунальные предприятия не совсем даже в равных условиях. Начнем с того, что тариф в трамвае, в троллейбусе 3 гривны. Почему? Потому что мы считаем, что трамваи и троллейбусы наиболее социально важный вид перевозки, потому что в основном льготная категория граждан, пенсионеры, они используют трамвай и троллейбусы. Поэтому мы покупаем новые троллейбусы, мы продолжаем строить новые трамваи для того, чтобы создать хорошую, во-первых, конкуренцию и изменить, откорректировать, скажем так, маршрутную сеть, чтобы все-таки упор был не на огромное количество маршруток в центре города, чтобы житель мог добраться в центр либо в любой район города на трамвае, троллейбусе, либо на маршрутном такси, а не только на маршрутном такси. А на ваш взгляд общественного транспорта на сегодняшний день хватает в Одессе? Конечно нет. Много ли еще надо закупить для того, чтобы это действительно было комфортно, удобно жителям города добираться? Я приведу пример. Дело в том, что, как бы то не звучало высокопарно, но сегодня в городе не на словах, а на деле и стратегии развития муниципального транспорта. Опять же, тот вопрос, когда мы говорим север-юг, это новое такое логистическое решение строительства магистрального маршрута. Приобретение троллейбусов тоже у нас это часть концепции развития. Вы знаете, что мы на 2018 год, если все будет хорошо, мы еще приобретем 15 электроавтобусов. Расскажите, что это такое? Чем не отличаются автобусы? Всем. Которые есть. Всем. Первое. Электроавтобусы, которые мы себе видим на маршрутной сети, это электроавтобусы, которые смогут использовать контактную сеть троллейбусов. Иными словами, это автобус, который сможет поднять пантограф, зарядиться в случае необходимости от той контактной сети, которая в Одессе сегодня существует, и она в неплохом состоянии. Почему это выгодно? Нам не нужно будет строить новые подстанции. Конечно же, строить новые трамвайные пути это очень дорого и уже неэффективно. На улице 21 век. И сегодня во многом европейские города переходят на электроавтобусы. Они экологичны. Они не зависят от такого скачка топлива, как зависят обычные автомобили. Конечно, не дороже. Но, если мы сегодня говорим о соотношении цена-качество, такие автобусы, какие мы сегодня видим, это 12-метровые, большие, комфортные автобусы. А объявили уже тендер? Был тендер в 2017 году. Мы хотели, мы два раза объявляли тендер. К сожалению, именно по техническим, по техническим, по несоответствию поданных документов не состоялся. Тендер был объявлен на сайте Прозора по всем необходимым процедурам. К сожалению, он не прошел. Поэтому я постучал по столу, хоть он и не деревянный, что все-таки мы хотим в 2018 году приобрести в 2018. Почему? Потому что мы хотим восстановить те маршруты, которые раньше были. Например, Балковская. Вы знаете, что очень часто маршруты закрывались, открывались автобусные маршруты в альтернативу, либо взамену трамваям, троллейбусу. Могу сразу сказать, что у нас нет войны с перевозчиком. У нас возможные конфликты могут быть. И, кстати, ситуация с девятым маршрутом это один из примеров, когда уже коммунальное предприятие начинает конкурировать с частым перевозчиком. И мне кажется, что это было бы дело времени. У нас не стоит задача за один день поменять. Ну, я просто для простоты, чтобы телезрителям было понятно, сегодня на маршрутах города должно быть свыше тысячи автобусов. Представляете, какое огромное количество транспорта. Про экологию и все остальное я вообще молчу. На улице. Конечно же, у города нет ресурса волшебной палочкой заменить это все на другой вид транспорта. Поэтому у нас есть плановая стратегия. Первое, это развитие муниципального транспорта, развитие маршрутной сети, ее корректировка, реализация электронного билета. Эти вот мероприятия, они позволят нам, ну, конечно же, не в 2018 году, но в течение там 2018, 2019, 2020 года планомерно реализовать. Ну, хотя бы начале 2018. Мы вообще проект электронного билета начали в 2017, и у нас 15 декабря уже будут общественные слушания по правилам перевозки. Я приглашаю всех, кому это интересно, в Приморскую администрацию на обсуждение это регуляторный акт. Мы это делаем максимально прозрачно. То есть мы реализацию электронного билета начали в 2017 году. Ну, и мы не можем не затронуть тему скоростного трамвая, вы уже упоминали его. Это ожидание Одессита в 2018 году. Будет ли он? И, собственно, реконструкция, которая проходит на Пересыпи, как там обстоят дела и когда это все подойдет к финалу? Не только Пересыпь, да, Преображенское? Ну, первое, сами трамвайные пути, которые соединяют спуск Маринеска и, как мы говорим, поселок Котовска, Пересыпский мост, они уже установлены. Сегодня фактически нужно завершить работы по Преображенское и этот маршрут уже может работать. По моей информации, эти работы должны быть завершены в 2017 году по Преображенское. Более точно, наверное, я вам не смогу сказать, потому что Департамент транспорта не является подрядчиком и детали, наверное, вам лучше ответят мои коллеги. Но, да, этот маршрут будет. У нас параллельно мы решаем самый главный вопрос. Я, когда мы говорим скоростной, многие эксперты говорят, да, это правильно, многие эксперты говорят, это неправильно. Потому что многие считают, что скоростной это трамвай, который идет со скоростью 120 км в час, обгоняя автомобиль. И тут вопрос не в этом. Я бы его все-таки называл магистральным. Почему? Потому что это действительно такой маршрут, который соединяет два крупнейших спальных района города. Нужен ли он? Думаю, что нужен. он опять же повлияет в том числе и на корректировку маршрутной сети. Самые слабые места этого проекта пока номер один это параллельно мы решаем вопрос по Преображенской. Почему? Потому что я уже часто говорю, что в свое время маршрутная сеть города сделана очень классно. То есть 80% трамвайных путей не выделены. Если вы едете что с поселка Каталовского, если вы едете что с поселка Таирова, грубо говоря, вы едете по выделенному пути. Есть пересечения незначительные с дорожным полотном, но они незначительные. А вот центр города, особенно Преображенска, это самое напряженное пиковое место, где трамвай может доехав с Таирова до центра города допустим за 25 минут допустим или за 30 он может просто просто в пробке в какой-то либо в случае ДТП час. Поэтому мы сегодня вместе со специалистами и КПС МЭП, вместе с депутатским корпусом, вместе с полицией думаем технологические решения, все-таки как сделать так, чтобы все-таки трамвай имел преимущество по движению. Вариантов очень много, не буду у них останавливаться, потому что кому-то не понравится, кому-то не понравится. Итога варианта пока нет. Раз вы говорите, нужен он или нет, раз он входит в топ ожиданий одесситов 2018 года, значит он нужен. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях был директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере.